Следователи установили виновных в ритуальном скандале, который разгорелся в Екатеринбурге. Яблоком раздора в войне похоронных агентств стал земельный вопрос. С подробностями Яна Мимакаева. Похороны ее бабушки превратились в фарс, говорит Эвелина. Чтобы забрать тело родственницы из морга, девушке пришлось пройти через полицейское оцепление, а затем на автомобиле вывести гроб за ворота. И только там перенести его в катафалк. Это ненормальная ситуация, это очень тяжело переносить и морально, и так не должно быть просто, это бесчеловечно. После ночного марша с покойниками спокойствие здесь охраняет ОМОН. Единственный проезд к судебно-медицинскому моргу, а именно туда, по направлению следственного комитета доставляют умерших, находится на территории похоронного дома Вознесения. В августе организация запретила проезд посторонних машин, а на этой неделе в среду перестала пускать и пешком. Можем мы пешком пройти? Нет, пешком нет. Видите? Нет. Под запретом люди шли на самые отчаянные поступки, лезли через забор, а затем на свой страх и риск выносили тела через парадный вход Вознесения. Позднее, неизвестно как, открылись заваренные ворота со стороны 40-й больницы. Она находится рядом. Отсюда гробовщики на руках, носили трупы до морга и обратно. Парни, в итоге нет, не тусаните. В ситуацию вмешались областные власти и силовики. По данным следствия, еще в 2010 году городские чиновники, их имена не разглашаются, провели незаконное межевание земельного участка на улице Серафимы Дерябины, где и находятся спорные подъездные пути к моргу судмедэкспертизы. Чиновники действовали в интересах коммерческой организации. Какой, следователи не говорят. Позднее на этой территории построили похоронный дом Вознесения. Указанные должные лица осознавали, что произвели межевание в нарушении действующих градостроительных норм и норм осуществления земельного отвода, что в свою очередь повлекло невозможность свободного прохода и проезда к расположенному в непосредственной близости зданию Бюро судебной экспертизы. В Верхесецкий районный суд направлен иск об установлении свободного проезда на территории Вознесения. А пока председатель правительства региона Денис Паслер, который провел совещание с причастными к конфликту, настоял, чтобы на время разбирательств проезд по территории похоронного дома был открыт для остальных ритуальных фирм и родственников умерших.